Сам не верю, что у меня дошли руки сделать это видео. Но сейчас 30 декабря, до нового года остается буквально день и раз ва-три девять часов с лишним. С вами Спектр и это будет последний видеоролик на канале в этом году. Сейчас действительно 30 октября, но выкладывать я буду этот видеоролик, скорее всего, поздно вечером 31 числа, потому что до силы я таких видеороликов не делал. И перед тем, как он начнется, хотелось бы кое-что сказать. Видеоролик будет очень длинным. Я не знаю, насколько точно он будет длинным. То есть, серьезно, без вариантов. Потому что даже не планировал уделить времени просто длительности этого видео. Так вот, поэтому если вы не хотите здесь любоваться всем вот этим делом. Знаете, вообще я хотел на веб-камеру снять видео, но так как вам уже надоели мои розовые волосы, мне больше нечем закрывать лицо, чтобы вас как-то повеселить. Поэтому сегодня веб-камеры не будет. Ну, надеюсь, что я приобрету какую-нибудь масочку интересную и буду в ней сидеть и показывать вам какие-нибудь смешные рожицы. Да, смешно, да? Так, ну, это все будет потом. Так вот, вы можете просто свернуть это видео, пойти в любимую игру в какую-нибудь там. Или просто заняться делами, если, допустим, у вас колонки. И просто включить их, я буду говорить и вы будете слушать, если вам, конечно, интересно. Сегодня мы будем подводить итоги моего канала за 2015 год. Вот, что я хотел, чего я добился, что было на канале. Расскажу про все прохождения, которые были. Расскажу про все оригинальные видеоролики, которые вам стоит посмотреть, не надо смотреть. Расскажу про прохождение, которое вам стоит смотреть, не стоит смотреть. Расскажу мои планы на 2016 год, новые темы, стримы, матчи с подписчиками. И знаете, что я думаю? Я думаю, что надо будет уделить какой-нибудь тайм-код, поэтому если... Хотя, знаете, вот я сейчас подумаю, уделять ли этому тайм-код. Ладно, хорошо, так уж и быть. Я уделю этому всему тайм-код и... Сейчас я даже специально подготовлюсь. Вот, все, я подготовился. И в описании, если хотите, загляните. Там вы найдете момент по времени, который вам нужен. То есть, если вы хотите матч с подписчиками, кликайте на тайм-код, вас туда перекинет. Хотите узнать о стримах. Давайте, хотите узнать, какие прохождения стоит смотреть на канале, допустим, если вы пришли только в первый раз. Поэтому, что, поехали, я думаю. Итак, давайте начнем мы с чего? Начнем мы с того, что, по сути, было за этот год. Да, то есть, чего я, по сути, добился, чего я хотел. Ну, начнем с того, что этот год начался с подписчиков, так, 450 где-то. Вот, как раз, знаете, сейчас как раз такая цифра, вот, 9455. И вообще сейчас больше, конечно, но все-таки, думаю, понятно и так. Так вот, начал я с 450 подписчиков. Да, это для кого-то не секрет, но это так. И добился почти 10 тысяч. Ну, ставил я планку перед собой, по сути, набрать как можно больше подписчиков за этот год. Но после того, как наплыв пошел, я планировал 10 тысяч-то хотя бы осилить. Но вот просто чуть-чуть не добил. Вот чуть-чуть не добил. Знаете, если бы прохождение Call of Duty Black Ops 3 было чуть более популярным, или прохождение Batman Arkham Knight, или, допустим, Carmageddon Reincarnation, Hatered, одно из DLC по идее, я думаю, в принципе, мы бы добили это. Но это было не по моей вине, потому что я снимал все в первый день, в день выхода, но в каких-то моментах либо меня переплевывали, либо просто не хватало, так скажем, положительных оценок, чтобы в топ-то выбиться. Потому что есть же каналы, которые платят за все это, да? То есть за всю эту свою рекламу. И, конечно же, соревноваться с ними очень тяжело становится в последнее время, потому что вот я-то вроде как наконец это сделал, но вот всем остальным начинающим, кроме рекламы, видимо, ничего не остается. Или снимать что-то более-менее подходящее сейчас. Хотя на момент 16-го года, что можно снимать оригинального? Да ничего, по сути. Выйдет новая игра, дай ее, я там не знаю. Ну, снимайте гайды по Fallout 4, хотя их тоже сейчас дохера. Ну, я даже не знаю, чем просто помочь. Ну, как получится, так получится, наверное, следует сказать. Вот, и самое интересное то, что я все-таки смог преодолеть отметку эту, когда говорил, вот каждый год себе говорил, типа, хочу, чтобы подписчиков было в несколько раз больше. То есть всегда гнался за количеством аудитории больше, а не за количеством просмотров. Хотя, конечно, надо наоборот делать, но да ладно. Вот, но я это сделал наконец. Надеюсь, в следующем году будет куда больше нас. Ну, в частности, это от меня тоже будет зависеть. И я надеюсь в то, что я сделал все правильно. Надеюсь в то, что все было удачно для меня в этом году. Этот год мне понравился очень сильно. Этим самым, кстати. Вот, и, по сути, я рад. Я очень рад, что наконец-то канал хоть куда-то поднялся. Хотя бы за вот этот 2015 год. Ну, по сути, чего я добился-то я рассказал. Ну, по большей части, теперь можно переходить к следующей теме. Ну, следующая тема, я даже не знаю, как ее назвать. Так скажем, будем говорить о будущих планах. Потому что сейчас очень сильно назревают темы, мол, вот ты мало выпускаешь GTA Online, а ты выпускаешь прохождения, которые там не все хотят. Там, мы тебе говорим, какие мы хотим. Ну, дело в том, что иногда нужно, иногда тоже знать меру. Так как иногда меня просят пройти игры, которые я вообще не люблю даже. Вот. Не буду говорить, какие, потому что, мало ли, тут пойдут потом слухи, что я ненавижу GTA 5. Ну, я, к слову, я люблю GTA 5, но... Как, типа, такой пример, но не пример, но... Ладно, не заморачивайтесь. Трудно очень сейчас сказать об этом. Вот. Так что, особо не переживать. Так вот, на момент 16-го года, что я планирую, да, GTA-шка никуда не денется. Я надеюсь, то, что у меня дойдут руки даже моды какие-нибудь покачать, показать вам, потому что... Как же без них-то, как же без GTA на этом канале? Потому что, в основном, и идет наплыв из-за GTA. Но что мне делать, я не знаю. Сингл я прошел, ну, планирую перепройти от первого лица. GTA Online выходит по мере, как я вытаскиваю Дениса, допустим, в GTA-шку, да. И остается только мода, наверное, потому что больше-то вариантов у меня нету. Я даже GTA на 100% прошел, так что... 112 видео на канале по прохождению GTA 5. Поэтому смотри-засмотрись просто называется в Новый год. Ну, а что еще по планам? Ну, кроме как прохождение игр, я не знаю, есть ли, конечно, выйдет какая-нибудь игра, которая, опять же, просто свет затмевающая будет, которая, опять же, будет как GTA, просто на моем канале я тоже по ней, может быть, 100% прохождение какое-нибудь буду делать, да. Хотя, я думаю, вряд ли такие игры будут, и вряд ли я такое делать буду. Итак, теперь хотел поговорить на довольно важную тему. Это насчет моего Twitch-канала. Я думаю, что после Нового года, можно сказать, в каждом видеоролике я буду форсить свой Twitch-канал, потому что, я думаю, 10 тысяч подписчиков, это уже достаточно, чтобы попросить вас зафоловиться на мой Twitch-канал, потому что в скором времени я хочу его поднимать, это будет что-то типа общения со зрителями. Знаете, вот сейчас смотрю на современные стримы, люди там ставят уже донейшн-алерт, даже те, у которых где-то 80 фолловеров, типа, вот я поставил донейшн-алерт 30 рублей, потом я пролистываю вниз и просто смотрю, топ-донатеры, один, один, от одного до десяти, и все пусто, все просто пусто. На хера вы создаете донейшн-алерт, если вам даже не донатит никто и не будет донатить? Знаете, очень обидно иногда за людей, что они ставят рекламу и вот этот вот весь донат выше, чем качество вашего стрима. То есть я знаю многих стримеров, которые действительно любят свою работу, они ее ценят, они постоянно играют в одну и ту же игру, да, то есть они не плачутся зрителям, которые их смотрят. То есть вы понимаете, что вот если бы, допустим, ну, Версута или Сеня, вот они, один играет в Доту постоянно, один в CSGO играет постоянно. Вот что было бы с их аудиторией, если бы они просто плакались каждый стрим, типа, мне надоело играть в эту игру несколько часов в день, я хочу, допустим, играть во что-то другое, мне это надоело, это одни и те же игры, блин, одни и те же карты. Как же это все задолбало, типа, я хочу что-то другое, ну, они этого не делают, понимаете, то есть у них контент идет выше этого. Но есть некоторые стримеры, которые говорят, типа, мне надоело играть в эту игру, типа, а задонатьте мне, типа, 500 рублей за час, и я, типа, продлю стрим на 5 минут по этой игре. И понимаете, люди донатят, то есть, вот, таких людей я вообще не понимаю. Если мне делать свой твич канал, я его хочу делать ради веселья, то есть, я и так пытаюсь делать что-то развлекательное на своем канале, это во-первых, во-вторых, уже только, так скажем, чтобы мои видео несли какой-то содержательный характер, какие-то гайды там, да, туториалы были, но в первую очередь я все-таки пытался больше фану уделить время на канале. Ну, так вот, и твич канал, это идеальное место для того, чтобы просто поговорить с вами, поприкалываться, поиграть вместе, и в жопу донейшн, алёр, в жопу донат, мне этот донат нахер не нужен, вы понимаете? Я делал вкладку с рекламой, потом я через недели-две убрал её. Просто я понял то, что зачем она мне нужна? Вот, серьёзно, на одном примере я понял то, что ни хрена не произойдёт, и то, что люди должны сами этого добиваться, если хотят. Если они хотят покупать рекламу как некая... Молчу, молчу, то пусть покупают рекламу, их всё равно боты будут смотреть, а дизлайкать видео будут только живые люди, таким. Ну, всё равно вы поняли, о ком я, наверное, говорил до этого, да, так что... Вот. Ну, и теперь поговорим про ситуацию с твич каналом. На самом деле, я действительно буду форсить свой твич канал, потому что хочу его наконец тоже вывести, как-то продвинуть, чтобы в некоторые дни хотя бы общаться с вами там, отвечать на ваши вопросы, играть с вами. Я понимаю то, что многие сейчас подразделяются на фолловеров и сабскрайберов на твиче, но я, в принципе, могу играть и с фолловерами, то есть до сабскрайберов мне вообще насрать, потому что возможно, я даже не буду эту кнопку подключать. Если даже и буду подключать, то только через года 3-4, а может, я вообще реально не буду, потому что зачем это нужно? Это всего лишь развлекательная программа, твич. Вот. Ну, донат будет, но исключительно для тех, кому просто деньги нечего девать, кто их там лопатой гребет, но это же не главное. Я понимаю то, что все деньги от доната пойдут в задницу. Смешно. Это я сейчас говорю не о себе, а о тех людях, которым реально донатят деньги. Вообще, если бы деньги от доната куда-то шли, вот спросили меня, вот куда, допустим, пойдут мои деньги, если я тебе задоначу. Мне нужно менять клавиатуру. Мне бы нормальную микру. Мне бы наушники новые купить. Мне нужен Monique HD 1080p. Копить, конечно, долго на это, но понятное дело. Ну, можно хромакей купить, можно свет более яркий сделать в моей комнате, потому что лампа уже не создает такого света, если я, допустим, веб-камеру буду на стрима включать. Что еще можно сделать? Да всякие принадлежности, гарнитуры там, какой-нибудь мини-микрофон, я не помню, как он называется, ну, такой, знаете, приделывается к вам на одежду. Условно назовем его вот так вот. Вот. Чтобы на улице снимать, видеокамеру нормальную купить, чтобы для вас какие-то спектр-касты хотя бы на улице делать, хоть в город жизнь вам показывать. Понятное дело, что все эти туда, ну и, конечно же, на новинки, потому что максимальное, что я могу купить, это одну игру вот новую в один месяц или в два месяца. Все. Остальное просто вот все, что есть, то и показываю вам. Так что сейчас это главная проблема. Вот. Но никого не прошу. Донить все такое это все-таки плохо, я знаю. Вот. во вторую очередь это все пойдет только на мои личные нужды. там. вы понимаете. Вот. Так что твич это в принципе вполне неплохое место, при том, что скоро буду игры с подписчиками ведь делать, да, и нужно как-то подходить к этому. Ну ладно, давайте сейчас не будем об этом, то есть про твич я вам рассказал, теперь можно переходить к самой сути видеоролика, сути, почему я его и делаю. Итак, сейчас я хочу с вами поговорить о прохождениях. Прохождение на канале было до хе. Вы понимаете. если углубляться в этот список, он огромный. Он огромный. Он правда огромный, и я сейчас вам хочу рассказать о тех прохождениях, которые были в этом году. Итак, в январе, в январе, начиная с 5-го числа, было прохождение игры по названию Castle Crashers. Проходил я ее не один, с Ромой, и прохождение, кстати, довольно веселое, я заметил то, что те прохождения, которые я делаю один, их почти никто не смотрит. Ой, наоборот, извиняюсь. Их смотрят, но некоторые люди мне пишут, типа, ты как-то не особо сильно реагируешь на обстановку, все такое. Да потому что, когда я один сам с собой болтаю, я даже повеселиться не могу, даже от игровых моментов. А вот когда я играю с кем-то, там веселье просто прет за меня уже, там, в три таких, как я, просто перескакивает сразу. Вот. И Castle Crashers тому явное подтверждение, потому что прохождение Castle Crashers, оно одно из самых лучших, вот сейчас, признанное мной на 2015 год. То есть, если даже делать топ-5 по прохождениям, которые вам стоят, вы обязаны просто посмотреть. Castle Crashers будет на втором или третьем месте, это 100%, потому что там реально весело, там реально интересно смотреть, там реально есть на что смотреть, и если вы в теме, то вы в принципе поймете. Итак, далее я проходил игру Caster под названием, на самом деле многие, возможно, не знают, что это за игра, но эта игра стоила 3 рубля на распродаже, пройдена она у меня была в марте 2015 года, пройдена за 2 дня была, и знаете, на тот момент у меня было не так много подписчиков, но я говорил, да, там примерно 500-550 было у меня, вот, и это прохождение набрало где-то в целом почти полторы тысячи просмотров, ну в общей сложности я имею ввиду, сори, отвлекся, так вот, и знаешь, что самое интересное, то, что на тот момент это было нормально, то есть люди приходили с моей Steam рецензии на прохождение, реально смотрели, реально задавали вопросы, типа, у меня вон не получается то пройти, не получается то, или наоборот, советы давали, типа, проходи так, проходи так, я говорю, все, понял, без проблем, так что, ну, как-то так, грубо говоря, было прохождение Dead Trap, ну, на самом деле, я ее прошел за 4 части, но, что можно сказать по Dead Trap, не, не советуем смотреть, а, насчет прохождения кастера, ну, в принципе, если хотите, посмотрите, я вас не обезую, но, там не особо, вы найдете что-то полезное, вот, Dead Trap точно не надо смотреть, потому что прохождение было очень скучным, как и игра, потому что я не знал, что комментировать, все однообразно, это тупо кооперативная игра, никому не нужная, и поэтому даже ее никто не проходил, в России, вы понимаете, в России никто не проходил, я один ее прошел, и все равно всем насрать на эту игру, по сути, так что, ну, так, херня, полнейшая, короче, мне больше нечего добавить по этой игре, что, нет, лучше не смотреть, итак, ну, Terra Online была в этом году, и я планировал, конечно, побольше сделать видео по Terra Online, но, что-то не срослось, немного не срослось, играл я с Илюхой, вот, с другом своим, вот, и, соответственно, как-то он меня пытался подсадить на нее, но что-то не получилось, то ли я не захотел, то ли просто перестали играть, поэтому, ну, 30-40 минут геймплея можете посмотреть, конечно, там довольно интересно, если вы там начинаете играть в Terra Online, но он там объяснял мне некоторые вещи, поэтому, хотите, заходите, смотрите, но тоже не особо так, что-то вы там найдете, итак, следующие Squish The Suicidal Peak, тут есть плейлист, но всего лишь одна часть прохождения, тоже игра за 3 рубля, поэтому не советую переходить, тем более, там не было пройдено все, так что, и далее мы идем, Red Dollar 3, праздник состязания, проходил я их в течение двух лет, да-да-да, в течение двух лет, начиная с 2013 года, формально, потому что иногда я выпускал одно видео в месяц, и знаете, это было обидно, так как аудитории тогда не было, и смотрели очень мало, поэтому, но все-таки осилил, прошел, завершил как раз перед прохождением GTA 5, как раз вовремя, я, кстати, считаю, так что, если в Red Dollar Uprising играете, заходите, смотрите, там, в принципе, все понятно, я объясняю, так что, надеюсь, что вам понравится, итак, далее идем, но Wolfenstein's Old Blood я не проходил, там только первая часть и финал, Mortal Kombat X, Mortal Kombat X, прохождение было, прохождение полное, за, по-моему, 11 частей я прошел, по-моему, какой-то части в плейлисте нету, видимо, я ее похерил куда-то, но она на канале есть, так что, вы ее точно не потеряете, прохождение было ли интересным, но на самом деле, я бы сказал, не таким интересным, как захватывающим, потому что, не мои комментарии придают прохождению какой-то изюминке, а скорее всего, сама игра, то есть, я говорил только во время файтинга, и, мне, по сути, добавить было нечего, кроме того, что мы пиздим, 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 о, запиздили, о, второй раунд, мы пиздим, 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 вот, поэтому, соответственно, как-то так, мне больше нечего добавить, я полагаю, ну что, идем дальше, наверх, поднимаемся, нот, GTA 5, было прохождение на канале, прохождение было неполным, всего лишь до первого финала, но, была хотя бы пройдена, не смотрите, это нот GTA 5, поэтому не смотрите, сразу вам говорю, некоторые люди так сполохнулись, сразу типа, о, нот GTA 5, типа, что такое, а, в итоге, полная хрень, это было, так что, не особо кому понравилось, конечно, это все, хейтред было на канале, на самом деле, игру я прошел не полностью, то есть, первые четыре части, ну как бы, состоялись прохождения, а вот пятая уже была финальная, потому что, во-первых, прохождение никто не смотрел, и, во-вторых, мне игра не доставляла никакого удовольствия, я ее даже впихнул в топ самых худших игр 15-го года, на третье место, потому что, скучно, царь недоволен, просто называется, итак, идем по следующим прохождениям, Batman Arkham Knight, знаете, вот сейчас невольно иногда читаю комментарии по топам, что, зачем ты впихнул Бэтмена, типа, порву за Бэтмена, почему Бэтмен второе место, потому что, я сообщал, мол, я буду проходить Batman Arkham Knight, в два часа ночи вставал, записывал, да, на английском языке, но виноват был не я, потому что русификатора еще тогда не было, и я моментально просто заходил в игру, как же игра выглядела ужасно, когда я ее запустил в первый раз, она фризилась, вообще графики не было никакой, я играл на средних, правда, но это не меняет дело, потому что, потом я смотрел, что пишут люди, говорили, я играю на ультра, такое чувство, что я играю на средних, мне надо было написать, я играю на средних, такое чувство, что я играю на низких, ну, я даже не знаю, это прикол какой-то или нет, поэтому, я не знаю, вообще, я бы хотел вам сказать, чтобы вы посмотрели прохождение Batman Arkham Knight, но, полторы тысячи просмотров где-то, получилось набрать на первой части за один день, практически, ну, тысячу, хорошо, тысячу, но этого недостаточно, поэтому все просто ушли смотреть прохождение всяких кричащих на веб-камеру дебилов, или людей, там, не знаю, которые платят за то, чтобы быть в топе YouTube на первом месте, поэтому, все понятно, все понятно, типичная аудитория среднестатистического канала Spectre Channel, окей, разобрались, GTA 3, одно из самых смешных прохождений на канале, буквально первое место я бы этому всему уделил, вот, серьезно вам говорю, все люди, которые пришли с прохождения GTA 3 на GTA Vice City, просто все мне писали, типа, сейчас буду смотреть Vice City, смотрел третью часть, там так было охерительно, мне так прикалывало, когда ты фейлишься просто, я знаю, это было весело, но не мне, но мне было немного обидно, но все-таки весело тоже было, но, вот, GTA 3, я вам точно советую посмотреть, это прохождение, ну, правда, на английском языке была игра, но я думаю, кому какое дело до сюжета, я объяснял, что за задание и объяснял суть диалогов, так что, как-то так, но давайте по-быстрому еще пройдемся, тут Battlefield Bad Company 2 была на канале, полное прохождение игры, одно из самых лучших сейчас на канале, набирает обороты, более 10 тысяч просмотров на первой части уже имеется, так что, советую, Borderlands 2 мы тут проходили с друзьями и мы не допрошли его, притом он никому не нужен был под конец уже, ну, плейлиста, там где-то на 17 части мы вроде закончили, я, по-моему, опять одну часть где-то похерил, ну, ладно, пускай будет 16, но на 16 части я понял то, что людям вообще насрать на Borderlands и им плевать на кооператив, поэтому прохождение пришлось остановить. Mafia 2 одно из самых великих прохождений на моем канале, потому что Mafia 2 смотрело одинаковое количество человек и это было огромное количество человек, то есть на тот момент где-то 1,6 канала смотрело прохождение Mafia 2, это было здорово, то есть вы просто даже часовой видеоролик осилили, вы понимаете, немногие осилили на моем канале посмотреть часовой видеоролик, но вы смотрели по Mafia 2, серьезно, игра охеренная просто, она серьезно охеренная, я поэтому и поставил часовую версию, Что я просто прерваться не мог От этого прохождения Однозначно советуем смотреть Left 4 Dead, Left 4 Dead 2 Left 4 Dead 1 играл 1 Под конец только в копе Вот Left 4 Dead 2 Одно из самых Ну это скорее всего топ 1 Прохождение на канале Из списка самых веселых Потому что 8 видео в кооперативе Притом с разными людьми иногда И серьезно куча веселья И притом мы прошли эту игру на Эксперте Вы понимаете, мы на Эксперте проходили Left 4 Dead 2, ну ладно, немного нечестным способом С помощью мутации, но Да ладно, это не меняет ничего Мы прошли, все было интересно И по-моему все было классно Итак, Hotline Miami Black Ops 3 Beta Fingered и Skyrim Я сразу все про них скажу по-быстрому Hotline Miami прошел за 4 части Просто тупое пробегалово С сюжетом Без сюжета Смотрите сами Просто музыки нету Если хотите слушать мои комментарии Протяжении двух часов И смотреть на Красивую игру То Пожалуйста Black Ops 3 Beta Знаете, когда я играл в Black Ops 3 Beta Чувствовал себя царем Игра была волшебная Правда При записи FPS немного падал Поэтому Ну иногда все-таки Подфризивало Но Есть там части Когда я играл с друзьями Так что Если хотите, посмотрите Fingered Fingered Пройдено Правда Финальной части нету Типа Но типа она есть Но Так как я ее тогда забросил Все-таки я решил не допроходить ее И Skyrim Skyrim начал Сколько там просмотров на первую часть Skyrim 1621 Охереть Ну Возможно Я, кстати, допройду Skyrim В 2016 году Потому что сейф этот у меня есть И Можно, в принципе, допройти Тем более Когда я Ставил в голосование Skyrim Я говорил, что Я Допройду его Но буду проходить Только основной квест Это было Сказано В голосовании моем Что только основной квест Следующее прохождение Которое было на канале Это Сома И самое интересное Что мне друг прислал Геймплей с PS4 Он полностью прошел игру И просто отсылал мне Ролики Под которые я комментировал Он проходил на английском языке И В первый же день Я понял То, что Все плохо Я выложил Самым первым прохождение Но Через час Выложил другой человек И меня просто Стопа Свергли нахер Вот так Просто По приколу Поэтому Я не отчаивался С Сому-то я допрошел Конечно Но За 11 частей То осилил Ну и 12 Это был финал игры Досрочный, кстати Финал игры Который набрал До хера просмотров По-моему 12 тысяч просмотров За неделю Ну и Все такое Итак GTA San Andreas Ну GTA Ну GTA Как GTA Правда на английском языке Было И Не так много фейлов Было скорее больше Информативности Давал какие-то советы Как миссии проходить Летал Разговаривал Там Ну летал Я имею Там на джетпаке Просто помню Что летал И Просто разговаривал С вами Прохождение Смотреть Не смотреть Да Не знаю Это ваше дело Хотя лучше Самим конечно Поиграть В GTA San Andreas Если честно Поэтому Это полностью Только ваше дело Итак Bloodbust Кавказ Кармагедон Реинкарнейшн Вот насчет этих двух Тоже хочу сказать одно Кармагедон Реинкарнейшн Не понравилось Пытался пройти Не смог Осилить Просто Меня не затягивал Поэтому послал в жопу Эту игру Просто 7 частей прохождения На канале есть Но не больше Больше не будет И Bloodbust Кавказ Решил порадовать вас Какой-нибудь Прикольной Такой смешной игрой Но всем Опять же Не был Насрать Поэтому Просто тупо Пробежался 6 частей На канале есть Финал есть Так что Смотрите Не смотрите Лучше не смотрите Ладно Пускай это будет Топ мусор На канале Какой-нибудь Итак Ну Святая всех святых GTA 5 Смотреть или нет Я вам что скажу Лучше Подождите Когда я буду Проходить игру От первого лица Потому что В моем оригинальном Прохождении GTA 5 Было много фейлов И Микрофон был Хуже И иногда Я там Творил просто Ужасные вещи Мало уделял Времени Опенворлду И из-за этого Меня ненавидели все Ну Не все Ладно Но продолжают Приходить дневные комментарии Типа Да я тебя убью За то что ты там Туда-то не поехал А я ему говорю Иди в жопу Вот и все Поэтому Ну посмотрите Конечно Если хотите В любом случае В поисковике Он вам выдаст В топе 3 Точно мое прохождение Если вы ведете правильно И Собственно все Итак GTA 4 Проходил я ее долго Проходил очень долго Так как сначала Я ее проходил После GTA 5 Затем забросил И допрошел И допрошел По-моему Где-то летом Я ее что ли Допрошел Не помните Я ее то ли Летом прошел То ли Вообще В учебном Году Ну Как-то так Ну надолго Искал Как ее Запустить Потому что Сейвы К херам Слетали И все было Ужасно И Смотреть или нет Да нет Лучше не смотрите Потому что Не думаю Чтобы получить удовольствие От моего прохождения Просто так По приколу Погонял Да и все дела Call of Duty Black Ops 3 Игру покупал Просил всех Чтобы Оказали поддержку И Сейчас я вам покажу Какую поддержку Мне Оказали мои Подписчики Итак 49 лайков На первой части И На Последней 35 Если не углубляться В суть То Прохождение Сомы Я нигде не форсил То есть Я никого не просил Из подписчиков Но я набрал 72 лайка При этом Не просив Подписчиков Об этом И при этом Я просил Поднять это видео Просто своих друзей То есть Просто поставишь Он говорит Конечно поставлю Давай Типа Попробуем Пробить Твое прохождение В топ И Не знаю Я планировал Call of Duty Black Ops 3 Как-то Возвысить что ли Как GTA Но видимо Все херово Именно поэтому Я не стал делать Зомби И Мультиплеер Потому что Мультиплеера по бете Хватило Я так понял Для вас И Больше по сути Вы ничего не ждали От Black Ops 3 Итак The Binding of Isaac Afterbirth Прохождение на канале Было Прохождение не такой Популярное Как я хотел Чтобы было бы Но 19 частей Прохождение на канале Есть Я там посмотрел Почти все Ну все самое основное Я посмотрел Кроме там Лилит Кипера Ну Кипера я уже посмотрел Я его открыл Лилит Я все прошел Даже за нее И с Binding of Isaac Мне осталось пройти Только всю игру За Лоста И за Кипера Поэтому Как-то так Смотреть не смотреть Смотрите не смотрите Если вы хотите Слушать просто Болтовню на заднем фоне Параллельно занимаясь Какими-то делами То Почему бы и нет Я всегда так делаю GTA Vice City Ну Есть там Несколько смешных моментов В некоторых частях Но прохождение Выполнено очень быстро Серьезно Оно выполнено очень быстро И Несмотря на огромное количество частей Там видео идут буквально минут по 20 Серьезно говорю Поэтому Так много видео Ну Не такое веселое Как GTA 3 Не такое Классное Как GTA 3 Но думаю Посмотреть тоже стоит Если все-таки Настроение херовое Можете Заглянуть Как я там Лажал По полной Программе Вот Итак И Близимся к концу Metro 2033 Redux Стоит посмотреть Metro на самом деле Хорошая игра По моему Первая часть Нет Не особо разошлась Но Советую посмотреть Игра очень интересная Притом Redux То есть Переизданная Высокое качество Озвучка другая Катсцены некоторые изменены Point Break Hates В Payday 2 Не знаю Обычный смотр DLC Ничего не буду говорить Спектр касты Тоже ничего не буду говорить Так как Обычные подкасты Смотрите Не смотрите Сейчас Бесполезно смотреть Спектр касты Давности какой-то То есть даже Которым полгода Да То есть Это же все было Поэтому Че их там смотреть Ну Santa Workshop Обычный DLC В Payday Было бесплатное Wolfenstein In the New Order Одна из самых Охерительных игр Но Опять же Мало кто смотрел Ее GTA Online На ПК Без вариантов Смотрите Там же Лоу Райдеры Находятся Поэтому Однозначно Гляньте Однозначно Стоит 12 is better than 6 2D игрушка От разработчиков Санкт-Петербурга Прохождение По сути Есть Финал Есть Но Опять же Не заинтересовал Вас Как новинка Ну и Metro Last Light Redux Прохождение Всех DLC Есть Кроме Tower Pack То есть Башни И комплект Разработчика Потому что Это не прохождение Там просто Так скажем Смотр Надо делать Но я его Скорее всего Делать не буду Поэтому Во всяком случае Все DLC Которые имели Какой-то смысл Я прошел В этой игре Ну кроме Кшатри Потому что Там надо долго Задротить А у меня на это Не было времени У меня надо было Закругляться Все С прохождениями Все Теперь давайте Поговорим Насчет матчей С подписчиками И Язык мой Враг мой Потому что Он уже Болит У меня Просто Надо как-то Заканчивать Это видео Я думаю Итак Насчет матча С подписчиками Видео Сделаю Скорее всего 31 декабря Не знаю Как Как я это сделаю Потому что Дома у меня Все будут Записать Буквально Минутные обращения Да какое Минутное обращение Мне нужно же Вам будет сказать В какие игры Мы пойдем И Нужно Это Не нужно Это Я не знаю Тяжело Очень Все Мне нужно Подготовить список Игр И при том Если Никто не придет Я просто Матчи с подписчиками Отменю На Не знаю До 50 тысяч Подписчиков Потому что Какой смысл Копить аудиторию На канале Если они не хотят Даже участвовать В матчах с подписчиками Хотя постоянно Просите об этом Так что Никто не придет Себе же хуже делаете На 5000 Вы меня разочаровали Поэтому Надеюсь что не разочаруете На 10 Поэтому Поговорим об этом Чуть позже Будет отдельный Видеоролик На эту тему И насчет розыгрышов Я думаю Будет то же самое Если хотите Все в ваших руках Можете Поиграть со мной Когда это только Будет удобно В стиме Я добавлю всех Но за инвайты Без причины Кидаю в ЧС К сожалению Это так Но Ничего с этим Не поделаешь Ладно Я думаю С итогами канала Можно завершить На момент Мы набрали 9455 подписчиков Ну Завтра Цифра-то возрастет Понятно Ну Давайте Условно скажем 9500 подписчиков И Почти Миллион Семьсот Тысяч Просмотров Поэтому Я считаю Это нормально Я считаю За Это время С того Что у меня было На того Что стало Это До хера И больше Просто Смотря О просмотрах То есть Если сейчас Допустим Взять Вот цифру Миллион Семьсот Тысяч Просмотров Да То И поделить На Количество Просмотров Которое было Перед GTA 5 Ну Перед Пиком То количество Просмотров Возросло В 53 Раза За этот Год И Это круто Ну что С наступающим Основным Годом Инфа Матчах С подписчиками Будет Видеоролики Будут Или не будут Еще Сегодня То есть 30 декабря Выложить Т31 Понятно Но Говорю Сейчас Про Тридцатые Посмотрим С вами Был Спектр Кто досмотрел Это видео Молодец И Все тайм-коды Есть в описании Всем пока